Всем доброго времени суток! Всем привет! Приготовим сегодня кабачковую икру на зиму. Для этого нам понадобится 3 килограмма кабачков, обрезали хвостики, плодоножки, вот так вот, ну и потом конечно же мы их нарежем. Еще понадобится лук и морковка по 800 грамм я взяла, вот так. Очистила, помыла естественно, все будем измельчать и тушить, жарить слегка. Для жарки нам понадобится масло и конечно же специи. Соль столовая ложка, сахар 2 ложки столовых, чайная ложка черного молотого перчика и столовая ложка паприки. Можно еще добавить острый перчик молотый красный, можете свежий по желанию. Для жарки стакан масла растительного понадобится обязательно, без масла никак. 2-3 ложки, я добавлю 2 ложки столового уксуса девятипроцентного. Итак, томатная паста, 3 большие ложки с горкой. Я всю баночку положу, тут всего 270 грамм, я ее все положу. Итак, берем две сковородки сразу, чтобы быстрее ускорить процесс нашей кольцеварки. Нарезаем произвольненько морковку и лучок, вот так. Так ощущение, как мы варим плов. Крупненько нарезаем морковку, не церемонимся, вот так. Ну и конечно всю морковку порежем так. И отправим в сковородочку. Слегка ее слегка поджарим и утушим. Минут 10 время займет у нас для жарки. Порезали, берем в сковородку, выливаю третью часть масла растительного, вторую часть масла выливаем во вторую сковородку. Можете на одной сковородке жать поочередно, я же все-таки ускорю процесс, вылила вторую часть в сковородку, масло во вторую сковородку. Ну и последнюю часть масла вылила в кастрюлю, где мы будем уже тушить наши кабачки. Отправляем морковочку в сковородку, ставим на печку, естественно, и слегка поджарим. Я даже буду на четверочке жарить, просто нам надо утушить и слегка поджарить. Нарезаем лучок произвольненько тоже, вот так. Вот и все, и так весь лучок порежем. Тоже отправим в сковородочку, слегка поджарим и утушим, тоже минут 10-15. Вот так. Отправляем в сковородку и будем сейчас чуть-чуть утушивать и жарить, слегка до прозрачности. Помешиваем почаще, так, чтобы морковка не совсем у нас прижарилась, ну а просто утушилась. Вот видите, чуть-чуть жарится. Я на четверочки жарю, даже не на весь огонь не сделала, не на всю конфорку включила, на четверочки. Потрусили, уложили, все, утушится, жарится. Кабачки нарежем мелко, кожуру я очищать не буду, так как они у меня очень молодые кабачки. Разрежем, посмотрим, если семечки крупненькие довольно, то, значит, можно вырезать. Вот это достаточно, нормальные достаточно, вырезать ничего не буду. Если же сильно крупные, вот так вот взяли и вырезали слегка семечки. Вот и все. Ну тут, видите, нормально, вырезать не будем ничего. Нарезаю тоже так же, как бы, произвольненько, но чем меньше, тем быстрее икра приготовится. Нарежем вот такими вот кубиками. Вот так. Произвольненько, особо не церемонимся. Итак, разрежем еще одну, посмотрим. Ага, нормально, значит, режем дальше. Тоже так же. Порубили, порезали. Вот так. Смотрим лучок, смотрим морковочку, помешиваем почаще. То есть, если хотите прижариться, значит, не мешайте. Если хотите, чтобы утушилась, мешайте почаще. Вот так вот. Итак, помешиваем морковку, чтобы она у нас не совсем прижарилась, а утушилась. Все, теперь отправляем в кастрюлю наши порезанные кабачки и ставим на печку. Сюда же, естественно, отправим морковку и лучок, и, конечно же, потом отправим на печку. Лучок, вот видите, утушился, слегка, под низом чуть-чуть поджарился, но буквально чуть-чуть совсем. Отправляем тоже туда же, где морковка и кабачки. И ставим на печку. Вот теперь точно на печку ставим. Накрыли крышкой. Кажется, сильно много, полная кастрюля, она тушится сейчас. Буквально 10 минут, и все это утушится, усядется. Прикрыли крышкой и следим теперь. Баночки мы налили водичку, помыли, естественно, банки заранее. Отправляем в микроволновку на 10 минут. Крышечки прокипятим. Обязательно. Все реализуем банки и крышки. Итак, смотрим, прошло буквально 10 минут. Особо не мешаем, просто продвигаем, вот так вот ложкой поднимаем, и все, вот так потрусили. И так вот со всех сторон 3-4 раза подняли. Ну и третий, четвертый раз, и достаточно. Прикрываем. Через 10 минут заглянем, следим, когда закипит, засекаем время. Всего тушиться будет у нас, икра готовится буквально час 30, час 40 где-то. Полтора часа самое мало. Итак, переворачиваем баночки, достаем крышки кипяченые, вареные, тоже на полотенчика переворачиваем. Вот видите, идет пар, значит, низ уже закипел. Смотрим. Поднимаем, смотрим. Да, уже низ начал кипеть. Я вам сейчас покажу. Вот видите, оно уже кипит. С этого момента можно засекать. Дадим еще минуточку, чтобы сильнее закипело, и можно уже засекать время. Убавили огонь, видите, у меня на четверочке стоит. Ставлю теперь на тройку, убавляю еще все. И теперь мы должны вот это все варить. Вот видите, кипит хорошо. Час. Через час будем добавлять томатную пасту, но через полчаса берем вот так вот ложечку и продвигаем. Покипело полчаса, вот так продвинули, промешали, и закрываем опять крышкой. Еще на полчаса, скажем так. Через полчаса еще откроем крышку и тоже так же помешаем слегка, и будем уже добавлять томатную пасту. Прикрываем неплотно, вот как видите. Закипело, вот так вот закрыли, неплотненько, и все. Первый раз, когда до закипания, закрываем плотно, чтобы быстрее закипело, потом, естественно, плотно не закрываем. Все, прошло еще полчаса. Всего кипит час. Берем опять, продвигаем ложкой, вот так вот, под низом убедились, что ничего не прилипло, не подгорело. Теперь добавляем томатную пасту. После того, как покипели кабачки ровно час, отправляем томатную пасту, три большие ложки. Ну, тут вот, честно скажу, три с половиной где-то будут, я отправлю всю баночку. Вот осталось, видите, чуть на дно. Все, отправляем все и слегка поверх, вот так вот, помешиваем. Не до конца, чтобы не пригорела паста. Томатная паста быстро прижаривается, прилипает ко дну. Поэтому сверху помешали, вот так вот, и прикрываем крышечкой. Минут через 10 откроем, еще слегка посмотрим, что там. Неплотно закрываем. Убедились, что кипит, закрыли неплотненько. И сейчас минут через 10 помешаем еще раз. Всего томатная паста 20 минут должна покипеть. А теперь можно прям по дну помешать. Вот, смотрите, ничего не прилипло, ничего не пригорело. А если бы мы помешали бы сразу, естественно, томатная паста быстро прилепилась бы ко дну. Прикрыли опять крышкой, дадим еще 10 минут покипеть. Паста всего 20 минут должна кипеть. потом отправим соль и естественный уксус теперь покипела паста 20 минут у нас всего варится час двадцать отправляем соль сахар специи соль я взвешивала ровно 30 грамм это получается столовая ложка с горкой помешали перемешали дадим с минуточки покипеть прикрыли чтобы закипела хорошо все снимаем с печки с огня берем блендер и все вот сейчас мы собьем блендером в икру превратим взбивать надо минуты 3-4 самое мало минуты 3 а то и 5 пока не собьется в икру помешали то есть сбили с минутки дали блендер отдохнуть взбили минутку дадим блендер отдохнуть и так вот минуты 3-4 самое мало сейчас посмотрим только я буду сбивать ну примерно у тебя сбивала четыре минуты вот достаточно вот как видите рецепт оставлю под видео в описании а еще под видео в описании ссылочка на наш семейный канал заходите подписывайтесь возвращаем икру на печку вливаем две столовые ложки полные у меня ложки большие две ложки уксуса столового 9 процентного перемешали теперь сейчас она будет булькаться сильно прикрываем крышкой убавляем огонек совсем на медленники вот видите сразу начинает булькаться сильно булькает прикрыли крышкой и сразу прикручиваем огонек совсем на медленный у меня на двоечке я заранее прикрутила чтобы она не выкала сильно ведь она булькает 10 минут вот так вот по булькой и будем раздевать в баночке и закрывать вот и все баночки перевернутом виде оставим до утра укрывать ничем не надо как остынет уберем просто стол в шкаф вернее готовьте пробуйте всем спасибо за комментарии за лайки и за ваши пожелания икра получается густая реально ложка стоит а Субтитры создавал DimaTorzok 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 Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на мой канал. Всем пока-пока!